Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТУСУ выпуск вечерних новостей. В студии работает Гульмира Тимиргалеева, сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. И в начале выпуска коротко о самом главном. Благое дело. 30 семей Каратальского района получили помощь из рук священнослужителя. Рациональный подход. В Алматинской области решается проблема переработки твердобытовых отходов. Здоровье в приоритете. 5 новых врачебных амбулаторий появятся в ЖТУСУСКОМ крае. Более 200 тысяч нарушений пожарной безопасности выявлено в Казахстане с начала текущего года. По словам министра, 92% чрезвычайных ситуаций, происходящих в стране, составляют пожары. Обстановка обостряется в отопительный период. Этой теме посвятили заседание правительства под председательством главы Кабмина Оскара Мамина. О текущей ситуации в стране доложил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. С учетом пандемии, отопительный сезон начался раньше. С сентября в жилом секторе произошло свыше 1300 пожаров. Рост возгорания наблюдается в городе Шимкент, Алматы, Акмолинской и Жамбылской областях. По словам министра, основные причины ЧАЭС – неправильная эксплуатация бытовых приборов и печей, а также неосторожное обращение с огнем. Для предотвращения несчастных случаев спасатели страны совершили обход свыше 550 тысяч домов. Как отметил министр, за счет средств Акиматов и спонсорской помощи в текущем году установлено более 12 тысяч датчиков определения опасной концентрации газа. До конца года планируется установить еще 11 тысяч приборов. Как отметил министр, в зимний период увеличивается риск возникновения пожаров в частном жилье, усложняются погодные условия, гололед, заносы, метели и так далее, что влияет на время прибытия пожарных расчетов. Мы должны быть готовы к такому повороту событий. Особое внимание прошу уделить жилым массивам. В ряде регионов наблюдается повышенная смертность в отопительный сезон. Поручаю Акимам регионов проводить необходимую профилактическую работу. Стать бизнес-леди просто. В Талгаре представительниц прекрасного пола обучают азам предпринимательства. В масштабном онлайн-форуме приняли участие 180 активных женщин региона. Среди них бизнес-леди, учителя, женщины-руководители крестьянских хозяйств. Новоиспеченных предпринимательниц обучали лучшие бизнес-коучеры страны. В числе спикеров победительницы проекта «Кока-кола Белестера» и сертифицированный тренер по личностному росту Мира Кудабаева. Особое внимание на встречу уделили развитию сельского хозяйства. Не секрет, что большинство женщин региона проживают на селе. По мнению экспертов, они наравне с мужчинами могут реализовать себя в этом, на первый взгляд, нелегком деле. Модератором мероприятия выступила депутат мажориста парламента Майра Айсина. 51% женщин нашей области проживают в селах. На сегодняшний день женщины вносят неоценимый вклад в развитие нашего региона, участвуют в политике. Сегодня в регионе действуют 122 тысячи объектов малого и среднего бизнеса, и 32% руководителей являются женщинами. Мы и дальше будем создавать комфортные условия для привлечения женщин в бизнес-комьюнити региона. Сразу 30 семей Каратальского района получили материальную и продовольственную помощь в виде продуктов первой необходимости. Однако самым ценным даром для жителей районного центра стали две инвалидные коляски и специальный медицинский тренажер, предназначенный для реабилитации. Акция благотворительности была инициирована священнослужителями из города Уштобе. Общая сумма пожертвования – 200 тысяч тенге. Подобная инициатива, по мнению духовных лиц, станет поддержкой для нуждающихся и людей с особыми потребностями в период коронакризиса. При жизни ежегодную помощь своим землякам оказывал бывший заместитель Акима Алматинской области Серегжан Бескимпиров. Его пример сподвиг у штобинцев продолжит благое дело. Из-за сложившейся в мире ситуации многим из нас приходится нелегко. Иной раз не хватает денег даже на самое необходимое. Но благодаря служителям мечети будто гора с плеч. Этих продуктов мне хватит надолго. Огромное спасибо. 109 объектов будут построены и отремонтированы в Янбикши-Казахском районе в текущем году. На сегодня работы уже завершены на 80%. Остальные будут сданы в эксплуатацию до конца года. С ходом проводимых работ в рамках реализации дорожной карты занятости 2020 ознакомилась наша съемочная группа. В Доме культуры города Исык впервые за 15 лет пройдет капитальный ремонт. На его реконструкцию выделено 549 миллионов тенге. На сегодня работы уже подходят к концу. По словам подрядчиков, уже в декабре Дом культуры откроет свои двери для жителей и гостей райцентра. Дорожная карта занятости охватила практически все сферы жизнедеятельности населения. Только в сфере образования текущим ремонтом охвачено 46 объектов. Ведется строительство школы на 1500 мест в городе Исык. И капитальный ремонт здания средней школы в селе Аймен. Также ведется текущий ремонт внутренних туалетов 42 школ. Если перечислить по дорожной карте занятости, 46 объектов образования. Три объекта здравоохранения, два объекта культуры, один объект спорта. Это 10 объектов жилищно-коммунального хозяйства и 46 объектов дорожной инфраструктуры. На данный момент, как я выше сказал, 80% объема строительных работ выполнено из данной эксплуатации. Активно ведется строительство Ембекши-Казахского группового водопровода. Это самый масштабный переходящий проект. По словам администрации района, водопровод обеспечит живительной влагой город Исык и 8 сельских населенных пунктов общей численностью 105 тысяч абонентов. Строительство продлится до 2022 года. В мае 2020 года было начато строительство новой фильтровальной станции и группового водовода в Ембекши-Казахском районе Алматинской области. Общая стоимость строительства составляет больше 4 миллиардов тенге. На данный момент выделено больше 2 миллиардов тенге. Освоение идет полным ходом. Строительство водоводов идем с опережением графика. В целом на реализацию социальных и инфраструктурных объектов было выделено более 8 миллиардов тенге из областного бюджета и 7 миллиардов из местного. После завершения строительства будет создано 250 постоянных рабочих мест. Сразу 33 проекта по программе «Дорожная карта занятости» реализуются в Куксусском районе. Для этого из республиканского бюджета выделено более 5,5 миллиардов тенге. Почти половина проектов имеет общее направление. Какая из отраслей сельской инфраструктуры оказалась в числе приоритетных, узнаем из материалов сюжета. Дорожная карта занятости ускорила и улучшила благоустройство сельских территорий. В селе Мукры, где проживают почти 3200 человек, такой глобальный ремонт дорог ведется впервые. Капитальный ремонт дорожных полотен ведется сразу на семи из 22 имеющихся. На это выделено более 100 миллионов тенге. И что самое важное, на рабочих площадках заняты исключительно местные жители – 60 человек. В рамках программы «Дорожная карта занятости» по Куксусскому району на дорожно-строительные работы ведутся 15 проектов. Из них 12 проектов закончены. В данный момент ведутся на двух населенных пунктах дорожные работы – это Мукры и Мусабек. В общем, планируется дорожные работы постелить на 40 километрах дорог. Ассулхан Умарбекка заживет на улице Сейфулина уже 35 лет. По ее словам, асфальта на ней не было с самого ее переезда. Везде была грязь, сильно пачкалась обувь, детям было сложно ходить в школу. Теперь все это останется позади, говорит она, не скрывая радости. Асфальтирование дорог для нас большая радость. Не только на нашей улице праздник. Асфальтируют также и улицу Байсеитовой, Алдабергенова, Муканова и другие. Аналогичные работы идут и в других селах. В целом по району до 1 декабря текущего года будет завершен ремонт 58 улиц. Еще 40 улиц обновят в следующем году. Рустам Моробаев, Рабит Хабдарахман, телеканал ЖИЦУ. Медицина в шаговой доступности. Пять новых врачебных амбулаторий построят в Алматинской области в рамках программы «Дорожная карта занятости». Расположатся объекты в Янбикше-Казахском, Ильисском, Карасайском, Коксусском и Панфиловском районах. За счет реализации этих проектов более 400 человек получили рабочие места. Свыше 250 из них трудоустроены через центры занятости. Также по ДКЗ в регионе ведется капитальный ремонт пяти медучреждений. О темпах работ расскажет Ануар Амангельдинов. Областной перинатальный центр – один из крупнейших медицинских объектов ЖИЦУ за 28 лет функционирования. В нем ни разу не проводился капитальный ремонт. И вот теперь, благодаря программе «Дорожная карта занятости», медучреждение пройдет полномасштабную реконструкцию. На сегодняшний день в капитальном ремонте перинатального центра задействовано 135 человек. Все они – жители Талдыкургана. По словам подрядчиков, в работе применяются только высококачественные материалы. 90% из них – отечественного производства. В целом, объект состоит из семи блоков. Его общая площадь – около 18 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день у нас завершены работы блоки А, А1, пищеблоки, прачечным, кислородным. В настоящее время ведутся работы в блоке Д, Е, ведутся внутренние работы по капитальному ремонту. Идет замена, предусмотрена замена системы вентиляции, отопления, канализации, водопровода, также слаботочки. На сегодняшний день работы почти в этом блоке уже выполнены на 45%. По договору у нас сдача в конце ноября. Но ввиду, что у нас в стране идет сейчас пандемия, срок строительства продлить до конца декабря. Ну, думаем, что мы вовремя задим с качеством. После проведения капитального ремонта улучшится качество оказания медицинских услуг и подход к работе, уверено руководство медучреждения. Согласно требованию нынешнего времени в перинатальном центре создадут провизорное отделение. В целом подготовка к возможной второй волне коронавируса на объекте идет полным ходом. Наше областное управление здравоохранения и Апкимат области выделило деньги на постановку нам кислородной станции и проведение точек, и также компрессорной. То есть теперь наш перинатальный центр будет обеспечен кислородом за счет станции, которую будем тоже планируем в ближайшее время уже вставить. Договор составлен. Фирма, которая будет вставить, уже выяснена. И со следующей недели, может быть, уже начнется монтаж на работу. Всего в рамках дорожной карты занятости капитальный текущий ремонт проводится на пяти объектах. Помимо Талдукургана работы ведутся в Имбирше, Казахском, Куксусском, Жамбылском и Панкиловском районах. Благодаря госпрограмме также в области предусмотрено строительство новых врачебных амбулаторий. У нас ведутся пять новых строительств. Это пять врачебных амбулаторий, которые самые из них крупные. Врачебная амбулатория Аргеля, Карасайского района, на 100 посещений. На сумму 467 миллионов, это у нас объект самый крупный из них. Общая сумма потраченная более полутора миллиардов деньгей на строительство. На все пять объектов. На сегодняшний день практически половина капремонтов уже завершены. На стадии завершения у нас находится областной перинатальный центр и благоустройство Панкиловского района ЦРБ. Также у нас заканчивается, к концу подходят строительства новых врачебных амбулаторий. Часть из них уже сдана, введена в эксплуатацию. Часть из них уже на подходе. Контроль за проводимыми работами ведется на систематической основе, говорят в областном управлении здравоохранения. Представители облздрава обещают завершить все проекты до конца текущего года. С выше 80 тонн твердобытовых отходов поступает на Талукурганский мусорный полигон ежедневно. И только 10% от общего числа пригодно к переработке. Остальное либо сжигается, либо закапывается в землю, нанося существенный вред экологии. Какими способами можно решить эту проблему и как уберечь окружающую среду от экологической катастрофы? Ответы на эти вопросы знают общественники. Тему продолжит Алексей Цой. 10% от общего числа твердобытовых отходов пригодно к сортировке и переработке. Остальная часть формирует груду мусора из пластика, полиэтилена, цветного стекла и многого другого. Однако, по словам специалистов, довести уровень переработки мусора реально до целых 60%. Но это возможно только в том случае, если у людей появится культура сортировки мусора. Лучше было бы, если сортировали в две фракции. Первая – это мокрая, вторая – это сухая фракция. То есть мокрые – это пищевые отходы. Сухая – это все отходы, которые можно будет отправить на переработку. То есть мы сейчас максимум где-то отсортируем порядка 10%. Это из-за того, что люди не сортируют. Если будет предварительная сортировка, то можно сортировку донести практически до 50-60%. К слову, общественники призывают всех сознательных граждан сортировать мусор, прежде чем выбрасывать его. Но это еще не все. Экоактивист Тимур Елеусизов считает, что нужно грамотно подходить к формированию своей потребительской корзины. Ведь все продукты, купленные сегодня, завтра будут лежать на свалке и наносить вред природе. И потому желательно покупать то, что подлежит переработке. Конкретные предложения – это, опять же, ставить пункты сортировки. Для этого будем мы создавать места, куда мы можем принимать эту органику, которую мы можем в дальнейшем перерабатывать, получать из него газ, получать из него удобрения. Это все возможно, если вот у нас к этому будет идти сам народ, сам желать будет именно жить в чистой стране. Населению, прежде чем что-то купить, подумайте, можно ли это переработать или нет. Если это невозможно переработать, лучше не берите этот условно будущий мусор. Отмечу, что в Алматинской области проводятся специальные мероприятия по формированию экологической культуры населения. И занимается этим общественное объединение «Мархабад» по заказу областного акимата. Проводили встречи с населением Алматинской области, были охвачены 20 городов и районов области. Очень важно именно формировать экологическую культуру и научить людей осознанному потреблению. Добавлю, рейды будут проходить на самых крупных мусорных полигонах. Общественники намерены собрать данные о их состоянии и передать их в компетентные органы. Соленую воду вынуждены пить жители села Шалкар под Нур-Султаном. Единственный источник воды – пробуренная скважина. Поставка чистой живительной влаги производится водовозами два раза в неделю. Но зимой с ней возникают сложности. Без светевой воды жители села живут больше пяти лет. По словам администрации сельского округа, 10 лет назад внутри поселка был проведен новый водопровод по госпрограмме «Акбулак». Но спустя четыре года он стал не нужен. Пришла в негодность старая магистраль, которой подключили водопровод. На ее ремонт нужны деньги из республиканского бюджета. Жители села написали коллективный запрос в мажорист парламента, но ответа пока не получили. Каскер-Ана. Как женщинам начать свой бизнес? Как отмечает официальный сайт Акимата столицы, социальный проект «Каскер-Ана» в Нур-Султане помогает женщинам из числа социально уязвимых слоев населения овладеть мастерством и навыками по разным специальностям, чтобы начать работать на дому и развить свое дело. Сегодня азам предпринимательства жительниц столицы обучают по таким направлениям, как IT-программирование, продвижение социальных сетей, фото и видеография, кулинария, рукоделие, графический дизайнер, копирайтер, специалист по СММ, коуч, психолог, швея, массажист, няня по методике Монте-Сори и другим. Всего около 20 направлений. При этом организаторы отслеживают актуальные на рынке труда профессии и добавляют их в перечень программ. После прохождения курсов участники обучения получают сертификаты и могут начать свое дело. Древние курганы обнаружили во время строительства торгового центра в Семее, сообщает закон КИЗЭД. По предположению археологов, архитектурный памятник относится к периоду Железной эпохи и имеет тысячелетнюю историю. В ходе раскопок были найдены древние курганы и предметы быта, конструкции из дерева и обломки керамической посуды. По мнению ученых, уникальных реликвий могло быть и больше, однако они утеряны во время строительных работ, которые на этом месте идут на протяжении 30 лет. Изначально на территории располагался недостроенный спортивно-оздоровительный комплекс, а два года назад здесь началось строительство торгового центра. Сейчас археологи совместно с компетентными органами разрабатывают проект, который позволит им изучить ценные исторические находки. На карантин закрыли птицефабрику в Карасайском районе. В ТО «Алсад» зафиксирован массовый падеж птицы. По данным областного управления ветеринарии, пало более 122 тысяч голов птицы. Всего на фабрике насчитывается 665 тысяч голов. Специалистами ветеринарной службы были отобраны пробы патологического материала. Результаты исследования показали наличие высокопатогенного птичьего гриппа. Состояние 230 работников птицефабрики оценивается как стабильное. В ТО «Алсад» Казахстан наложен карантин. В настоящее время по ликвидации очага проводятся работы республиканским противоэпизитическим отрядам. Как только все работы будут сняты, проведены мероприятия по дезинфекции и на основании результатов анализов дезинфекции будут сняты карантинные мероприятия. По птицефабрикам, расположенным на территории Алматинской области, во всех проведена работа по разъяснению требований соблюдения ветеринарно-санитарных норм. В других птицефабриках обстановка стабильная. Теракт в Вене. В центре Вены неизвестные провели атаки в шести разных местах. Четыре человека убиты, 15 ранены. По информации местных СМИ, которые ссылаются на правоохранительные органы, убит подозреваемый, у которого был автомат, и гражданские лица. Канцлер Австрии Себастьян Курц в Твиттере назвал случившееся ужасным терактом, добавив, что к усилению безопасности на объектах Вены привлечена армия. Глава МВД Австрии призвал жителей не выходить на улицы. Детям во вторник разрешили не посещать школы. Известно, что силовики задержали четырех подозреваемых. Сам теракт в Вене совершен исламистами. Один из нападавших – сторонник ИГИЛ, сообщили власти. Пламенная стихия уничтожила палаточный городок. Новый пожар в лагере мигрантов на греческом острове Самос уничтожил 15 палаток. Огонь, прежде чем перекинуться на лагерь, сначала вспыхнул в окружающей сухой растительности. Причина возникновения возгорания пока не установлена. Никто из жителей лагеря не пострадал. В сентябре стихия полностью уничтожила переполненный мигрантами лагерь в районе селения Мория, после чего часть мигрантов была перевезена в континентальную Грецию и некоторые другие страны Европы. Но на Самосе остается более 4200 нелегальных мигрантов из различных стран Азии, прибывших сюда с территории Турции. Беспилотную доставку продуктов запустили в Москве. Автомобиль оборудован единственным лидаром, а управляет всем обычный игровой ноутбук. Авторы проекта говорят, что не столько испытывают новые технологии, сколько зондируют почву для полномасштабного коммерческого применения идеи. Пока машинам в России нельзя выезжать на дорогу без человека, но законы постепенно смягчаются. С весны этого года сразу в нескольких регионах России было разрешено проводить полномасштабные испытания беспилотных автомобилей. А в сентябре даже состоялся первый коммерческий междугородный рейс. Это были все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин